Число депутатов Тверской городской думы может сократиться до 25 человек. Соответствующее решение поддержал депутатский корпус на очередном заседании муниципального парламента. При этом поменяется и сама избирательная система. В представленном проекте решение закреплена исключительно мажоритарная система. Подробности у Никиты Васильева. Повестка дня очередного заседания Тверской городской думы включала в себя более 15 вопросов. Ключевых из них было несколько. Так, пожалуй, самую серьезную дискуссию вызвал 11 вопрос. Он касался внесения изменений в устав города Твери. На обсуждение народных избранников был вынесен вопрос о сокращении количества депутатов в муниципальном парламенте с 33 до 25. Это минимальная численность депутатского корпуса городского округа согласно федеральному законодательству. При этом предполагается, что изменится и сама избирательная система. Не будет голосования по партийным спискам. Жители областной столицы будут выбирать своих представителей исключительно по мажоритарным округам. Депутаты это предложение поддержали. Депутаты, которые избираются по одномандатным округам, они ближе к народу, они чаще общаются. Для муниципальных депутатов ближе, конечно, к мажоритарной системе, так называемой одномандатной. Почему? Потому что в основном вопросы, которые решаются на уровне муниципалитета, они, конечно, в основном хозяйственные, связанные с работой депутатов наук с избирателями, когда избиратели знают своего депутата. Вместе с тем неизменным остается срок полномочий народных избранников. Пять лет. Корректировки коснулись также статьи о количестве депутатов, работающих на постоянной основе. Вместо трех теперь предлагается не более двух человек. Эта норма также регулируется федеральным законодательством. Еще один важный вопрос, который обсуждался на заседании, изменения в бюджет областной столицы на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов. В частности, в качестве межбюджетных трансфертов столица Верхневолжья получит более 527 миллионов рублей. Также речь шла о перераспределении собственных средств города. Более 16 миллионов рублей предложено направить на укрепление материально-технической базы детских садов и школ. Предусмотрено дополнительное финансирование других объектов. Присмотрели дополнительные средства для ремонта дорог. Мы ежегодно ремонтируем дороги. В этом году не исключение. Будет перераспределение денег. Также были выделены деньги на строительство детских садов. У нас дополнительные небольшие средства, но все равно выделены. Также в ходе заседания депутатский корпус выслушал отчет начальника городского управления УМВД об итогах оперативно-служебной деятельности за минувший год. Как было отмечено, общая криминогенная обстановка на территории Твери улучшается, однако расслабляться еще рано. Обеспокоенность сотрудников правоохранительных органов вызывает подростковая преступность и растущее число случаев мошенничества. Наиболее распространенными остаются так называемые дистанционные мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи и сети интернета. За 2021 год на территории города зарегистрированы 1777 фактов мошенничества и траток с использованием сотовой связи интернета. При этом, отмечают в городском УМВД, продолжается работа по просвещению в том числе и людей старшего поколения. В этой работе стражам порядка помогают и депутаты Тверской городской думы.